Академия Фуджицу Как поет живой классик, меняется все в наш век перемен. Действительно, мы с вами живем в очень динамичном мире, подверженном большим изменениям. Меняется климат, меняется устой жизни, меняется среда, меняется характер работы. Я думаю, что никто не будет спорить, что подход к организации традиционного рабочего места офисного сотрудника также эволюционирует. И в этом процессе, на наш взгляд, в основе этого процесса лежат два фактора. Первый технологический. Увеличивается объем информации, растет скорость передачи данных, растет скорость обработки данных. Появляются и набирают вес такие явления, как социальные сети. И эти факторы нельзя не учитывать. Второй момент. Это экономический или бизнес-фактор. Не секрет, что за последние 10-15 лет рынок достаточно сильно уплотнился, что привело к серьезному росту конкуренции. И эта ситуация ставит перед бизнесом определенный круг задач. Вы, Василий, я думаю, достаточно много общаетесь с представителями бизнеса из различных сегментов, различных отраслей. О чем говорят они? Какие задачи им приходится решать в условиях роста конкуренции? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что сегодня весь бизнес озабочен очень небольшим кругом проблем, которые связаны с оптимизацией затрат, с повышением эффективности. Раньше можно было себе позволить все, что угодно. Сейчас нет. Сейчас надо быть быстрыми, эффективными, поджарами. Не у всех, кстати, получается. Так и есть. Наши эксперты выделяют четыре основных группы задач. Первая – это акселерация бизнеса, ускорение принятия решений, ускорение внедрения изменений. Вторая – это использование инноваций. То есть, получение дополнительных конкурентных преимуществ через внедрение новых технологий. Третья – это оптимизация, которую вы упомянули. В текущей экономической ситуации это достаточно большую актуальность имеет. И четвертый момент, про который тоже нельзя забывать – это управление рисками или безопасностью. В широком смысле этого слова. С одной стороны, бизнес должен находиться в правовом поле, с другой стороны, нужно особое внимание уделять аспектам информационной безопасности, потому что, увлекшись решением трех первых задач и забыв о последней, можно очень быстро все потерять. И все перечисленные четыре задачи необходимо учитывать при разработке IT-стратегии. Теперь, если мы обернемся назад и посмотрим, что из себя представляло традиционное рабочее место, как был устроен рабочий процесс в прошлом, был офис с определенной инфраструктурой, в котором было все необходимое. Компьютеры, подключенные к локальной сети, выходные в интернет, принтеры, факсы, телефоны. Порядка 90% времени сотрудники проводили в офисе. Понятно, что данная модель имела определенные плюсы. С точки зрения IT, достаточно хорошая управляемость, централизация дает возможности для оптимизации костов. Все это здесь у тебя, все под руками. Ну и просто не было других решений, в конце концов, да. Не было других решений. И в рамках этой концепции все было хорошо, кроме одного. Она не отвечает текущим реалиям с точки зрения акселерации бизнеса. Ну, сегодня уже почти нигде не увидишь такой среды. Сегодня сотрудники приходят со своими носителями, с ними же уходят, и в любой момент времени... Все верно. Все верно. Если мы посмотрим на статистические данные, сегодня больше 60% сотрудников хотя бы один день в неделю работают из дома. Кто-то работает на площадке заказчика. Какие-то решения в дороге. Какие-то решения применяются в дороге. Если мы вот это вот новые реалии положим на старую модель офиса, на старую модель организации рабочего места, мы видим, что пользователи сами начинают использовать и инициировать изменения. Условно говоря, мне завтра нужно поработать дома. Доступа у меня к корпоративной почте, к корпоративным данным нет. Что делает пользователь? Правильно. Он берет и пересылает файл с отчетом на свою домашнюю почту, на свою почту в облаке, в каком-нибудь Yahoo.com. И сразу же теряется контроль со стороны организации. Дальше он сидит дома, делает этот отчет и понимает, что ему каких-то данных не хватает. Он звонит в офис и говорит, Сергей, зайди под моим логином на мой компьютер, скопируй файл, перешли мне, пожалуйста. Неудобно. 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 Неэффективно. С одной стороны, мы начинаем использовать такие факторы мобильности, мы работаем из разных мест. С другой стороны, с точки зрения управления IT, это порождает просто коллапс, потому что риски, связанные с безопасностью, возрастают многократно. И причем я здесь еще добавлю, что работодатель, если даже он думает, что может этому сопротивляться, он питает иллюзии. Этому сопротивляться нельзя, потому что сотрудники, как вы только сейчас рассказали, сами так поступают, и работодатель может подстроиться под изменившиеся требования, собственно, менеджеров, руководителей, сотрудников, и обеспечить те самые безопасности, оперативность, единство баз данных и прочее. — Безусловно. И чтобы понять, как от старой модели прийти к новой, прежде всего нужно проанализировать, а что из себя представляет современный пользователь, современный офисный сотрудник, чем он обладает, чем пользуется. Если посмотреть, опять же, на данные аналитики, которые у нас есть, это как минимум два устройства в пользование человека, два мобильных устройства, которые находятся в постоянном доступе в интернет. Это смартфон, ноутбук. Это активное использование социальных сетей, обмена информацией через социальные сети. Это использование современных облачных сервисов, будь то облачная почта или файлообменник типа Dropbox. — То есть проблема в том, что сотрудник одновременно на одном устройстве занимается и личными делами, общается с друзьями, находится в соцсетях, и там же у него рабочие вопросы, рабочие базы данных, и, может быть, даже коммерческая информация и прочее. — Безусловно. И, проанализировав эти моменты, наши эксперты разработали концепцию, в центре которой находится не офис с его инфраструктурой и ресурсами, а в центре которой находятся пользователи или группа пользователей с их запросами, с их потребностями к определенным инструментам и ресурсам, которые им нужны для эффективного решения их повседневных задач. И в процессе проработки мы выделили четыре основных ингредиента, которые, с одной стороны, позволяют повысить производительность сотрудников, с другой стороны, обеспечить должный уровень безопасности. Первое — это обеспечение постоянного доступа 24 на 7 данным и приложениям. Второе — возможность использования различных устройств, как корпоративных, так и личных. Так называемая концепция Bring-Your-Own-Device, достаточно популярная сейчас. Третье — это обеспечение эффективного взаимодействия не только со своими коллегами, но и с партнерами и клиентами. И с потребителями, возможно, тоже. Да, конечно. И четвертый компонент, опять же, про который нельзя забывать, это обеспечение должного уровня безопасности. Собрав эти четыре компонента в единую модель, мы получили концепцию, которая в корпоративной терминологии называется Workplace Anywhere, или рабочее место. Там, где нужно, когда нужно, при любых условиях. Такой подход дает бизнесу массу преимуществ. С одной стороны, повышается гибкость и управляемость. С другой стороны, оптимизируются расходы за счет унификации инструментов. С одной стороны, мы унифицируем инструменты, с другой стороны, мы избирательно подходим к обеспечению ресурсов каждой группы пользователей. Мы не даем ресурсы одинаковые для всех. Мы смотрим конкретно, что нужно для этой группы сотрудников, для этой группы сотрудников и снабжаем их всем необходимым. Для простых сотрудников современный подход также предлагает массу преимуществ. Это и гибкость, возможность выбора, это и сохранение баланса между личной и рабочей жизнью. Да, безусловно. Что, в конце концов, приводит к росту удовлетворенности, лояльности сотрудников. И повышению работоспособности, конечно. И повышению производительности, конечно. Игорь, отличная история. Действительно, то, что вы рассказываете, это сейчас как раз самое актуальное, что требуется в большинстве рабочих мест, современных, высокоэффективных. Вопрос. На практике разработка правильной IT-стратегии и внедрения требует достаточно больших затрат как времени, так и денег. Мы все к этому привыкли, что внедрение IT-решений может занимать месяцы и годы. Как обстоит дело с решениями Fujitsu? Действительно, даже матерые руководители с очень большими опасениями относятся к внедрению изменений. А в любой организации, если это не стартап, IT-система уже каким-то образом сформировалась. Сформировались процессы. И что-то менять всегда... Ну, настороженно относится. Настороженно, всегда сложнее, чем создавать с нуля. И в этом плане компания Fujitsu достаточно активно помогает нашим клиентам. Можно сказать, что на сегодняшний день у нас есть все необходимые компоненты для внедрения современного решения по управлению рабочими местами. Это высокотехнологичные продукты и сервисы. Это и альянс партнерства с производителями программного обеспечения. Это и преднастроенные облачные решения для построения различных систем, в том числе систем по управлению мобильными устройствами, Enterprise Mobility Management, систем по управлению мобильностью. А есть уже какие-то примеры реализованных решений? Безусловно. Но у нас времени не очень много. Я вспомню наиболее интересных. Например, внедрение в виртуализации в одном из банков, где мы обеспечили удаленный доступ для 60 тысяч сотрудников. Соответственно, помимо очевидного роста производительности, мы добились снижения затрат на поддержание IT-системы, что очень важно. Другой пример – это внедрение системы по управлению мобильным парком устройств для крупнейшей международной авиакомпании. Порядка 7,5 тысяч мобильных устройств было внедрено. И как результат, такой достаточно интересный параметр, что удалось сэкономить порядка 20 килограмм бумажной документации на один рейс. То есть вся актуальная информация приходит экипажу на мобильные устройства, они обладают последними данными, то есть все, что нужно им для проведения успешного полета. Да, можно представить себе, как это было раньше. Да, в общем, 20 килограмм бумажной документации. Смотрите, в завершении программы, вот какие бы вы рекомендации сейчас дали руководителям IT-департаментов, с чего начинать решение задач по модернизации рабочих мест? Здесь нужно понимать, что универсального рецепта его не существует. Каждая компания, она в какой-то степени уникальна. И начинать нужно прежде всего с анализа тех процессов, с анализа той инфраструктуры, которая есть в конкретной компании. В портфеле у Fujitsu есть пакетированные предложения, которые направлены на помощь в проведении такого асессмента, на выявление так называемых гэпов и на поиск путей для оптимизации, будь то внедрение виртуализации, будь то внедрение Enterprise Mobility Management, включая не только контроль политик безопасности, но и организацию защищенной почты, организацию корпоративных файлообменников и тому подобное. И вот уже на этом этапе вы можете дать оценку и затрат, и времени, и ожидаемой эффективности? Конечно. Наши специалисты помогают заказчику оценить и потенциальные затраты от трансформации, и эффект от внедрения того или иного решения. Мы можем запустить пилотный проект и посмотреть, как это работает. Спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, и на этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели Академию Фуджицу. В гостях у нас был Игорь Нефедов, а велпередачу Василий Богданов. До свидания.